В студии по-прежнему Влад Кутузов. Валерия Майорова, доброго дня всем. Ну и прямо сейчас, как мы обещали в прошлом части, у нас замечательный гость, удивительный человек. Это директор Центра Ибероамериканских программ МГЛУ, профессор-дипломат Ян Анастасьевич Бурляй. Добрый день, здрасте. Спасибо, что пришли. Какие у вас серьезные вообще должности все, все такие регалии почтенные. Расскажите, пожалуйста, а вот сколько стран вы посетили, пока занимались своим основным родом деятельностью? Мы хотим с личного найти еще за день. В Министерстве иностранных дел я проработал 45 лет. И из 33 стран Латинской Америки и Карибского бассейна посетил 19. Ух ты! Так что осталось мне в основном карибские страны, малые карибские страны, которые еще я не посетил. А так испаноговорящие все, плюс Бразилия, Суринам, где говорят на голландском языке, и Гаяна, где говорят на английском. Слушайте, ну это большое количество стран, а все-таки есть какая-то для вас одна единственная страна, которая потрясла больше всех? Как первая любовь. Вы прям приехали в нее и все. Ну, всегда, я считаю, первая командировка любого дипломата, это первая любовь. Она запоминается на всю жизнь. Это был маленький Уругвай, где потом, 20 лет спустя, мне довелось быть послом. Так что я был в два раза. И это действительно страна, в которую нельзя не влюбиться. Я считаю, она наиболее близка для россиян. А почему, кстати? Во-первых, потому что это самая европеизированная страна по населению. Это в основном выходцы из Испании и Италии. Индейцев, к сожалению, нету. Они полностью уничтожены помещиками. В свое время были согнаны с плодородных земель, которые представляют собой почву Уругвая, где пасутся многие миллионы голов крупного рогатого скота. И страна экспортирует великолепное мясо. Очень недешевое, кстати говоря. Кто-то ведь даже со Швейцарией сравнивал, да, Уругвай, что там похоже? Да, потому что небольшая по размерам. С другой стороны, небольшая по населению. И один из современных финансовых центров в Латинской Америке, о чем менее известно. Ну, вот если вы уже заговорили о том, что она нам наиболее близка, все равно, когда вы туда приехали, это другая страна. Были какие-то моменты, которые вас удивили? Вы прям так... Что это? Неужели люди могут так жить? Какие-то, может быть, обычаи, может быть, что-то в еде? Ну, конечно. Первая очередь, это маты. Маты — это, как его называют еще, парагвайский чай, потому что это листья кустарника, который растет в Парагвайе. Но потребляют его в основном в Аргентине, Уругвайе и на юге Бразилии. Парагвайский чай маты, у нас сейчас тоже продается, его можно найти. Прям бум был в 2000-х годах. Тонизирует лучше, чем любой кофе. И действительно, в нем содержание кофеина и теина выше, чем кофе в некоторых сортах. Поэтому студенты всегда перед экзаменами с собой обязательно термос и тыквочку. Потому что заваривают чай в тыквочке, вверх, который спилен, туда насыпают этот чай. А подмышкой держат термос с кипятком. И время от времени доливают. Серебряная трубочка, и ее посасывают. Валерий, мы должны взять с тобой на заметку, мы иногда работаем рано утром, очень рано. И нам вот это как раз не хватает. А я вот просто хотела спросить, какая-то побочка есть, как у кофеина, допустим, или он? Да нет, ну в принципе, конечно, вы спать не будете. Ну а я не веду, детям-то его можно давать или это только взрослый напиток? В Уругвай пьют все, с мало до велика. И с утра встал, вместо завтрака этот вот стакан или там чашку. И сразу всем обогатился. Или кружку маты обязательно до завтрака. Слушайте, я хочу напомнить, друзья, что у нас сегодня в гостях Яна Анастасовича Бурля, директор Центра и Бироамериканских программ МГЛУ, профессор-дипломат. Говорим мы сегодня о Латинской Америке вообще в широком смысле этих слов. И наш разговор продолжится буквально через несколько минут. Оставайтесь со стороной. Говорим мы сегодня, напомним, о Латинской Америке, практически обо всем, что с ней связано. У нас еще впереди много времени. У нас сегодня в гостях Яна Анастасович Бурля, директор Центра и Бироамериканских программ МГЛУ, профессор-дипломат. Яна Анастасович, еще раз добрый день. Еще раз добрый день, да. И мы остановились на том, чем богат, чем интересен Уругвай. И вне эфира вы нам рассказали некую тайну, о которой нигде практически в Москве невозможно знать. Мы об этом не знали ничего, на самом деле. Да, Уругвай это родина танго. А как же аргентина? И в всяком случае так утверждают уругвайцы. Поэтому я не буду арбитром в споре вечном, где родилась танго. Ну, знатоки говорят, что танго родилась в портовых кабачках крупного порта Буэнос-Айреса и крупного порта Монтевидео. Это два крупных портовых города, развивавшихся параллельно в 19 веке. Там зародился этот прекрасный танец одновременно. Но тот факт, что самая известная танго Лакум Парсита родился в Монтевидео и автором его является уругвайский композитор, не оспаривается даже в Аргентине. Ну, в общем, если нас слушают аргентинцы в данный момент, вы уж нас извините, вам сегодня как чуть-чуть не повезло, конечно. Мы знаем, что у вас дома огромное количество разных подарков, сувениров оттуда привезенных. Это правда же? Какой самый необычный, который отличается от других вообще? Самый дорогой сердцу. Самый дорогой, конечно. Я думаю, что самый дорогой это панцирь черепахи, которую я нашел. Гигантской черепахи. Ну, для меня он был гигантский. На пляже. Это было действительно неожиданно. И, кроме того, некоторое время я собирал аргентинские и уругвайские ножи. Это тоже захватывающе довольно. У них рукоятка, да, какая-то резная красивая? Ну, там в основном из рога. И бывает красивая гравировка. Ну, просто само по себе это сразу напоминает нам о культуре латиноамериканских комбоев, которые по-испански называют гаучо. Гаучо – это свой мир, это своя культура. Это 18-19 век. Это люди, которые жили в степях, проводили большую часть времени в пампе, в пампасах. И довольно сурового нрава, благородного, там, свои законы, свои поединки, свои дуэли, в том числе на ножах. О, как! Слушайте, а давайте, вот мне интересно, давайте о людях поговорим. У нас минуты еще есть буквально на данный момент. Все-таки латиноамериканцы и русские, ну, россияне, будем говорить, это два абсолютно разных мира. Они как к нам относятся вообще? Понимают они нас на ментальном уровне на каком-то? Есть у нас точки соприкосновения? Я вам скажу так, что выдающийся отечественный поэт Евгений Евтушенко, который очень любил Латинскую Америку, говорил мне, когда посещал Венесуэлу, где я работал, что нет никого ближе в мире, чем латиноамериканцы россиянам. В силу своих душевных качеств, в силу своей определенной теплоты, человеческих отношений, открытости, они наиболее близки нам. Я, правда, говорю, что это все-таки влияние, я бы сказал, средиземноморской культуры. Мне кажется... Ну, потому что и итальянцы нам близки, да? И испанцы, и испанцы, и французы чуть-чуть. Юг, юг, вот это вот средиземноморья. Давайте прервемся ненадолго, буквально через несколько минут продолжим наш разговор. Друзья, будьте со стороной фэма. Мы продолжаем говорить про Латинскую Америку, про то, как близка на нашему сердце. И вот тут вне эфира, знаете, что выяснилось? Что Наталья Арера, та самая знаменитая, у которой огромный фан-клуб, в которой Дикий Ангел, ну, кто имена не помнит, тоже, между прочим, из Уругвая. Вот так вот, так и знаете. Видишь, как мы сегодня нового узнаем, мы еще больше узнаем. Мы хотели спросить у вас вот о чем. Если говорить о взаимоотношениях, да, между Россией и Латинской Америкой, ну, большинство людей думает, в принципе, они, наверное, так и не особо важны, потому что это очень далеко и не особо большую роль играет. Так ли это на самом деле? И вообще, зачем нам с ними дружить? Да. Я вам скажу, зачем. Латинская Америка в Организации Объединенных Наций, где обсуждаются и пытаются решить самые важные международные проблемы, это 33 голоса. Это очень важно. Когда стал вопрос о том, как относиться к положению на Украине, как относиться к действиям нашей страны, то из всего огромного сообщества, международного сообщества, 11 стран поддержали нас на 100%. Из них 4 из Латинской Америки. Это Куба, Венесуэла, Никарагуа и Боливия. Поэтому с политической точки зрения для нас этот континент очень важен. Не говоря уже о том, что в Латинской Америке расположена одна из самых влиятельных растущих держав мира, это Бразилия. Половой внутренний продукт, который сравним уже с Россией и который представляет для нас очень важный рынок, где востребованы наши отечественные машины и оборудование. Вы понимаете? Машины наши покупают они? Нет, я имею в виду в первую очередь гидроэнергетические, гидротехнические, электротехнические машины и оборудование для, скажем, оборудования гидроэлектростанций, теплоэлектростанций. Скажем, в Аргентине 30% электроэнергии вырабатывается благодаря турбинам и генераторам, поставленным нашими отечественными фирмами. Но Бразилия же считается вообще одной из самых быстрых росточек экономики мира, да? Совершенно верно. В любом случае, так было на протяжении 20 лет, примерно с 1990 до 2010 года. Потом, к сожалению, в 2008, вы знаете, всемирный кризис, он серьезно затронул не только Россию, но и Бразилию. Ян Анастасович, а скажите, пожалуйста, вот на данный момент все-таки с какими странами у нас наиболее, как ты раньше говорили, близкие, доверительные отношения? Ну, первое, что приходит нам, конечно, Венесуэла, да? Вы говорите, еще Бразилия. И Куба. Куба. И Никарагуа. И Никарагуа до сих пор. Да, конечно. Ну, власти последние 10 лет находится Сандинистское фронт национального освобождения, который во главе с своим бессменным лидером Даниэлем Артегой, который один из немногих признал независимость Абхазии и Южной Осетии. И они будут называть наших самых близких друзей, наших соседей, которые не признали независимость Абхазии и Южной Осетии. А Никарагуа, далекая, казалось бы, для нас, признала независимость этих важных для нас стран на Кавказе. Поэтому Никарагуа, там очень интересные формы сотрудничества, я бы сказал так, передовые, которые являются моделью для остальных, примером для остальных стран сотрудничества. Скажем, там создан международное училище по подготовке специалистов для борьбы с наркобизнесом, с незаконным оборотом наркотиков. С нашей помощью наши специалисты в Монагуа преподают не только никарагуанским полицейским, но и антинаркотической полиции других стран региона. Вот это вот интересный опыт. Валерия, ты знала об этом? Нет, я не знала об этом. Мне кажется, что можно об этом поговорить подробнее, но уже в следующем выходе. Да, мы сейчас прервемся, вернемся к вам через несколько минут. Будьте здесь, пожалуйста. Друзья, еще раз всем доброго дня. Ну, потрясающий у нас сегодня разговор вообще о другом мире абсолютно. Мы даже не знаем, что он настолько другой. У нас в гостях, напомним, сегодня Ян Анастасевич Бурляй, директор Центра имбироамериканских программ МГЛУ, профессор, дипломат. Еще раз добрый день. Слушайте, ну мы поговорили о том, что мы поставляем в Латинской Америке огромное количество машин, не таких, которые на колесах, а таких, которые качают энергию и так далее. А что мы от них получаем, вот рынок потребления? Ну, в первую очередь, это сельскохозяйственная продукция. И Эквадор, в частности, где я провел последние 6 лет, поставляет 90% всех потребляемых в России бананов. О, хорошо. Бананы. Примерно каждый год Россия покупает на миллиард долларов бананов в Эквадоре. Поэтому нас там очень уважают. Это хорошо. С другой стороны, конечно, соя для кормов и животноводства отечественного. Это Бразилия и Аргентина. Это различного рода минералы, руды. В любом случае, все это, к сожалению, либо сельскохозяйственное, либо промышленное сырье. Сырье для промышленности и сельского хозяйства. А почему к сожалению? Ну, потому что, наверное, было бы для латиноамериканцев, по крайней мере, привлекательнее, если бы они могли поставлять ту продукцию, которую они производят. В частности, Бразилия, высокотехнологичную. В первую очередь речь идет о бразильских самолетах среднего радиуса действия Embraer, которые покупают даже в Европе. Но у нас тут суперджет, поэтому тут мы соперничаем. Мало того, первый контракт на поставку суперджетов Россия подписала с Мексикой. Мы поставили туда на несколько миллиардов долларов уже наших самолетов среднего радиуса действия. Слушайте, я вспомнил о еде, вот заговорили, потому что о продуктах мраморная говядина же. Ну, конечно. Это Бразилия, Аргентина, да, Павел Васильевич? Нет, Уругвай. В основном Уругвай, Аргентина точно. Ну, и Южные Штаты Бразилии, может быть, тоже. Конечно, самая высококачественная говядина в мире. Ну, и плюс, возвращаясь к стране, где я провел последние шесть лет, не могу не упомянуть цветы. Эквадорские розы с метровым черенком. Больше таких вы не найдете ни в Голландии. Не в Кении даже. Это примерно еще на 300 миллионов долларов наши молодые люди покупают, чтобы дарить своим воздействиям. Это Россия, у нас здесь есть все это. Мы привыкли, розы это Голландия, прежде всего. Нет, розы короткие, а длинные, короткие черенками. А с длинными черенками это только эквадорские. Слушайте, а мне такие дарили, мне такие дарили, их очень сложно вот так вот подрезать, потому что они вот такие вот. Да, да, 90 сантиметров, до метра бывает черенок. Слушайте, а вот Бразилия, она так бурно развивается в последние годы. А заинтересованы вообще бразильцы в том, чтобы вот эту вот монополию, может быть, на развитие такое бурное, чуть-чуть отдать и другим странам, более мелким, не таким развитым, как Бразилия. А кто их мешает-то? Пусть развивается. Или у них там тоже сложная история? Я вам скажу, вы знаете, бразильцы, они вообще большие патриоты, во-первых, с одной стороны. С другой стороны, они традиционно выступают за упрочение независимости всей Латинской Америки. Они являются своего рода локомотивом борцов за независимость, за самостоятельное развитие стран Латинской Америки. И в этом плане они вступают в довольно серьезное противоборство Соединенными Штатами Америки. Я напомню, что американцами был разработан план создания панамериканской зоны свободной торговли, где бы, естественно, доминировали США на всю, на весь, на все западное полушарие, чтобы не было ни таможенных тарифов, никаких пошлин, хлынули бы товары Соединенных Штатов. Бразильцы выступили в пику с идеей создания южноамериканской зоны свободной торговли. И создали ее южноамериканский общий рынок «Меркосур», который, к сожалению, моему великому сожалению, я очень много занимался этой проблемой, наталкивается на серьезные трудности, связанные, на мой взгляд, с национальным эгоизмом, национальной буржуазией стран, входящих в этот общий рынок. Бразилия, Аргентина, Ругвай, Парагвай. Эх, хочется добавить. Ну вот не удается преодолеть, понимаете? Как вот общий рынок что предполагает? Помимо того, что нету таможенных тарифов, нету пошлин, это согласование финансовой и экономической политики. А бразильцы взяли и девальвировали свой грузейро, свою национальную валюту, ни с кем не посоветовавшись. И сразу их товары стали более конкурентоспособными, чем товары в Аргентине и в Ругвайе на мировом рынке. Сразу они стали в долларах дешевле. Ну вот удар это был со стороны бразильцев. А потом аргентинцы точно так же. К сожалению, вот пробуксовывает сейчас Меркосур. Но на самом деле Бразилия выходит, как мы знаем, уже и на мировую арену. И здесь можно упомянуть БРИКС. Новое объединение. Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. Бразилия, которая не подчиняется практически ведущим валютно-финансовым центрам, заправляющим современной, управляющим современной экономикой, заправляющей современным миром и проводящим независимую политику, в первую очередь, в торгово-экономической и финансовой сфере. Бразилия наиболее последовательно в этом объединении выступает союзником нашей России, нашего Отечества. А вот вопрос, что может быть не совсем корректный, но тем не менее все-таки интересно узнать. А возможно ли такое, что однажды гипотетически латинский мир освободится от влияния, такого влияния Соединенных Штатов Америки? Это очень сложно. Ну, понятно, что рукой подать, все рядом. Потому что, во-первых, последние сто лет – это доминирование Соединенных Штатов во всех сферах. И самое главное, наиболее важных, которые определяют поведение людей, определяют политику, системе образования. А вся американская система образования, она построена и системой научных исследований построена так, чтобы привлекать кадры из Латинской Америки. Друзья, ну еще раз всем доброго дня. Напомним, сегодня у нас в гостях Яна Анастасовича Бурляй, директор Центра Нибироамериканских программ МГЛУ, профессор и чрезвычайный полномочный посол. Еще раз добрый день. У нас есть пять минуточек, успеем рассказать много интересного. Вернее, мы слушаем, а вы рассказываете. Ну вот здесь звучит МГЛУ, то есть университет, в котором вы работаете. Скажите, пожалуйста, какие есть программы по обмену, по культурному обмену, обмену студентов со странами Латинской Америки? У нас подписано несколько соглашений с престижными университетами Аргентины, Мексики, Кубы и Бразилии. Осуществляется обмен студентами и прорабатывается вопрос об обмене преподавателями и профессорами, вопрос о возможности проведения совместных научных исследований. Так что это направление, которое высоко ценят в Латинской Америке, потому что российская система подготовки кадров ничуть не уступает американской системе, хотя я, честно признаюсь, не специалист по американской системе, но могу сказать, что в Латинской Америке еще много нужно поработать, чтобы достичь уровня преподавания в наших вузах. Поэтому они с удовольствием направляют сюда своих студентов. А вот мы, когда туда студентов направляем, чему там ребята учатся, или они просто расслабляются? Язык. Язык. Самое главное. Это язык в стране пребывания. Дело в том, что ведь диалекты отличаются довольно сильно. Это один и тот же испанский, но испанский в Ругвайе отличается от испанского в Аквадоре или от испанского в Мексике. Поэтому важно быть в стране, чтобы изучить и эти диалекты. А то есть получается не то, что испанский и латиноамериканский, испанский, но и в самой Латинской Америке он тоже везде разный. А скажите, пожалуйста, сколько вы знаете языков и диалектов? Нет, ну я не могу сказать, что я знаю эти языки, но во всяком случае, конечно, Ругвай и Аргентина, это, можно сказать, один диалект, где я провел в общей сложности 15 лет, мне наиболее знаком. Ну и Эквадор еще 6 лет тоже. И 6,5 лет в Венесуэле, это своя специфика. Ну так говорите об этом, хотя, ну как само собой разумеется, на самом деле это же ого-го. Вы знаете, у меня знакомый прошлым летом был в Венесуэле и прожил там практически месяц, и больше всего удивило то, что он говорит, я заправился, но я боюсь соврать, но на 10 долларов, и на эти 10 долларов я ездил месяц. Там очень дешево, там, я думаю, что самый дешевый бензин в мире, но он субсидируется, конечно, хотя страна переживает серьезные экономические трудности, в том числе и по причинам определенных негативных проявлений со стороны Соединенных Штатов в отношении политики, которую проводит нынешнее правительство Венесуэлы. Слушайте, ну вот все-таки я от бензина не могу отойти, поскольку у нас тема интересная. Это заслуга Чавеса все-таки, да, получается? Или до него все это началось еще очень давно? Ну, все-таки нефтедобывающая страна, причем я вам скажу, что в Венесуэле добывалось в 1930 году нефти больше, чем в Советском Союзе. Вот это мало кто знает. То есть мы не можем их опыт повзаимствовать в этот вопрос? Вот это мало кто знает. Венесуэла крупнейшая была нефтедобывающая страна в мире. Опять же, мы представляем масштабы Советского Союза и масштаб Венесуэлы. Ну, тогда только начиналось все. Но 100 миллионов тонн свои они добывали в 1930 году. Поэтому там никогда не было проблем с стоимостью бензина. С одной стороны, с другой стороны, примерно с 1960 по 1982 год национальная валюта Боливар не девальвировалась. 4 доллара... 4 Боливара 20 центов за 1 доллар 20 лет. Так, друзья, дорогие мужчины, у нас осталось совсем немножко времени, а очень хочется про туризм. Я знаю, что практически все визы отменены, да? То есть если ты едешь туристом на 2 недели, без проблем ездишь. Да, мы подписали соглашение о безвизовых обменах со всеми странами Латинской Америки. Это достижение Сергея Викторовича Лаврова. Это принципиальный курс на подписание соглашений о безвизовых обменах. И давайте перечислим, что там можно посмотреть. Ну, опять же, я скажу то, что я видел лично. Это, конечно, незабываемое зрелище. 370 водопадов на реке Игласу, на трех граничья Аргентина, Бразилия, Парагвай. Это голопогосы, это рай на земле, где вы бродите среди непуганных, чудных зверей, которых больше вы не увидите нигде, таких, как морские игуаны. Это самый высокий водопад в мире. В Венесуэле, Сальто-Анхель, 1070 метров высотой даже трудности. Слушай, мне кажется, бесконечная история, она нам надо заканчивать. Так, слушали бы и слушали. Друзья, у нас в гостях сегодня был директор Центра ибероамериканских программ МГЛУ, профессор, чрезвычайный полномочный посол Ян Анастасьевич Бурляй. Спасибо вам большое. Огромное вам спасибо. Приходите еще, мы сегодня ждали много нового и хотим еще. Приходите, спасибо. С удовольствием.